Друзья, помимо шумоизоляционных и виброизоляционных материалов, в нашем магазине широко представлена так называемая мастика от компании СТП. Бывает два вида. Первая это упрощняющая банка вот таким вот образом, а вторая это вибродемпфирующая банка, выглядит вот таким вот образом. Каждая мастика состоит из двух компонентов. Компонент А, компонент В. Они смешиваются между собой. Например, упрощняющая применяется внутри кузова. Например, полы вы вскрываете, у вас там дырка, либо же у вас там прям трещина где-то в металле. Вы просто наносите эту мастику, не надо ни что сваривать, просто это работает. Также, что плюс, она создает дополнительную шумоизоляцию. Ну и, соответственно, упрощнение надежного кузова. Или, например, вы делаете себе там какой-то серьезный музыкальный проект. Кстати, мастика, друзья, имеете ввиду, особенно SPL-щики. Вибродемпфирующая же мастика. Она, кстати, применяется и внешне на кузове. Например, внутри арок автомобиля. То есть, вы снимаете арку, ее промазываете. Что это придает? Первое. Гастится шум. Например, от шума колес. Например, когда вы заезжаете в лужу. Например, когда летят камушки. Тоже классное, например, решение. Она тоже, кстати, смешивается. Компонент А, компонент Б. Кстати, когда будете работать одной банки, вам, точнее, вот этих двух баночек, вам хватит на одну арку. Время не тяните. Она очень быстро застывает. То есть, сняли арку и быстренько-быстренько наносите. Схватывается она буквально за 30 минут. Но для полного упрощения, полной, скажем, вибродемпфирования, проходит где-то сутки. То есть, как правило, вы эту работу делаете. Оставляете машину на ночь в гараже. Утром уже можете спокойно пользоваться. То есть, она уже, скажем, приобретет все необходимые свойства за это время. Отличное решение для тех, кто хочет сделать дополнительную, так скажем, шумоизоляцию. Ну и, соответственно, упрощнить еще кузов. Мастика упрощняющая и вибродемпфирующая. Продается в банках. Цена идет за одну банку. Точнее, за две. За компонент А и за компонент Б. Количество не ограничено. В наличии магазина Д.